Лайв-студия на седьмом продолжает свою работу. Через несколько минут будет ряд эфиров, в которых интересные гости будут рассказывать актуальную информацию о жизни нашего города. Но перед этим немного новостей и несколько звонков. Итак, на пляже Черноморска произошел пожар. Как оказалось, в прибрежной зоне горел ресторан «Афалина». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Тревожный звонок о возгорании поступил около половины первого дня. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в подвальном повещении ресторана загорелся мусор, мебель и другое имущество заведения. В результате пожаров никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Новость вторая чуть менее приятная и более обширная. Большинство одесситов проведут больше суток без воды. Как сообщили в пресс-службе «Инфокс» водоканала, воду отключат 10 мая в 9 утра, а возобновят ее по дачу 11 мая в 12. Без водоснабжения в это время останутся жители сразу трех районов. Это Киевский, Приморский и Малиновский. Отключение воды связано с подключением нового водопровода на площади Толбухина. Городские власти обещают, что будут организованы места подачи воды, где одесситы смогут получить питьевую воду и воду для технических нужд. И еще одна новость из города-спутника Одессы. Взрыв на рассвете у жителей Черноморска. Сегодня утро началось раньше, чем обычно и явно не с кофе. Около 4 часов утра возле одного из жилых домов громыхнул подрыв. Инцидент произошел на проспекте Мира. Прибывшая на место следственная оперативная группа обнаружила, что с помощью гранаты подорвали микроавтобус «Мерседес Бенц». Как выяснилось, бус принадлежит 36-летнему местному жителю. И трагедия в Любашевском районе. В Одесской области погибла 7-месячная девочка из многодетной семьи. В больницу Любашевского района доставили двух девочек в возрасте 7 месяцев и 4 лет. У старшей отравление алкоголем, а младшую привезли уже без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции Одесской области. Трагедия произошла в Любашевке. Приехав в дом, где живет семья, полицейские установили, что мама девочек в тот вечер ушла на родительское собрание, оставив с детьми 53-летнего сожителя. Когда женщина вернулась домой, она увидела свою 4-летнюю дочь на полу без сознания. А в другой комнате, между спинкой дивана и стеной, вниз головой, лежала ее младшая дочь. Сожитель в это время крепко спал. Как говорят, он был пьян. Мать вызвала скорую, детей отвезли в реанимацию, где врачи констатировали смерть 7-месячной девочки. 4-летний оказывает помощь. Подробнее о последних двух инцидентах нам готов рассказать советник начальника главного управления нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. Сейчас он с нами на связи по телефону. Руслан, здравствуйте, вы в прямом эфире. Руслан, давайте начнем с трагического инцидента в Любашевском районе. Что произошло? Как полиция сейчас квалифицировала происшествие? Ну, действительно, за фактом подеи трагичной, с отрапывал в Сибирьбашевском районе области, открыто криминальное проведение за ознаками правопорушения, передбаченного статьи 166 Карного кодекса Украины. Это ненавидное выполнение батьками своих обозвестков. И гражданин, братько, цего немовля, который находился в помешканной, когда стала еще трагедия, был отринан в порядке статей 208 КПК. Сьогодні суд будет обирать ему запобежную защиту. Службие, социальные службы, линейная полиция, и все питание на пильном контроле ему подделяется вагома увага. Что касается событий в Чорноморье, где, как вы сказали, полумал вибух под телесами одного из приватного авто, за данным фактом таковое следствие, это криминальное проведение, за ознаками правопорушения, передбаченного частью 4 статтей 296, сейчас выполняется в зависимости от следствий и следствий. И ведомость внести до единого реестра досудового следствия, следствия ведения Чорноморья полиции, главного управления нацполиции в Одесской области. Руслан, скажите, в Чорноморске в инциденте пострадавшие есть? Нет, там нет пострадавших, кроме войны ничего не пострадало, и я надеюсь, незабаром мы и журналисты, и все, что будем иметь ответы за вопрос, что там тратить. Руслан, ни для кого не секрет, что впереди приближаются очень важные даты для нашего города. Это 9 мая, 2 мая. Вот этот инцидент, он как-то связан с попыткой дестабилизировать ситуацию? Ведь у нас из года в год происходит эта дестабилизация в мае. Или это все-таки что-то более бытовое? Хотя взрыв гранатой бытовым не назовешь. И по событиям трагическим в Любашовке, можете уточнить, гибель ребенка как квалифицируется сейчас? Вона зараз проводится ряд судомедичных экспертиз. За попереду версии следствия, вставляется следствия по додумке, что это тратить на несчастный випадок. Судивного следствия на дотинянном мемовле немае. Но это тоже факт, что неналежное наклонение батька на своих оборудах. Будет быть досмотрительное следствие, и увага до того, до тех трагических следствий, не гадует, что происходит вагома и на особистом контроле у начальника умного управления. Скажите, а что может грозить отцу, который так пренебрежительно отнесся к заботе о своим детям и матери, которая оставила на неблагонадежного сожителя? Ну, кроме того, что они могут быть избавлены батьковских прав, им также могут быть, они могут притягивать и быть до ответственности к перезбачиванию статья 168 Криминального кодекса Украины. Это избавление воли на срок от двух до пяти лет. Руслан, будет еще один крайний вопрос, касающийся уже Одессы. Сегодня с утра жителей нашего города переполошили сирены патрульных автомобилей. Куда-то ехало сразу несколько экипажей. Правда, потом выяснилось, что в городе проходят какие-то очередные учения. Можете пару слов сказать, будет ли в городе опять появляться техника, будут ли появляться правоохранители, как реагировать одесситам? Это было действительно учения, которые касаются охраны гражданского и публичного порядка во время массовых заходов, которые нас ожидали 9, 8, 9, 2, 8 и 9 травня. В місто заветовал лично Заня Министом внутренних прав Яровой, который сегодня давал оценку за містом на один из нас подготовки подразделя, которые будут действовать в охране гражданского порядка. Намагаются правоохранители с пониманием ставить их домашних, не заважать им, не створювать пробок в центре места и не дополчать своими бесконечными навчаниями. Хотя это необходимые элементы подготовки правоохранителей. Учения завершились сегодня или еще какие-то этапы будут в ближайшие дни проходить? Сегодня те заходы, которые на сегодня были заплановлены, уже завершены. Можете не хвилюваться. А если будут проводиться заходы с обмежением транспорта или доступа до каких-то мест, то будут выгодить местоповедомление. Спасибо большое. Нашим телезрителям я напомню, что с нами на связи по телефону был Руслан Форостяк, советник начальника управления нацполиции в Одесской области. На этом лайв-студия не завершает свою работу. Впереди у нас еще целый ряд эфиров. Поэтому не переключайтесь. На сегодняшний день у нас еще и на сегодняшний день у нас.